Ищут свидетелей ДТП. Перед Новым годом 27 декабря во Владимире сбили человека. Произошло это на пешеходном переходе на улице Диктора Левитана в районе перекрестка с проспектом Ленина. В 18.05 мужчину сбил автомобиль Иш-Ода. Пострадавшего госпитализировали. Несколько дней он провел в коме, а после скончался. Родственники погибшего просят откликнуться очевидцев. Телефон 8-961-256-70-38. Обманули в интернете. За последнее время на удочку мошенников попали сразу три жителя нашей области. Так, одна жительница Владимира купила в интернете куртку и перевела за нее 3,5 тысячи рублей. Но вместо куртки она получила посылку с камнями. А житель Коврова решился купить через интернет дорогой телефон. Насчет сомнительного ресурса перевел больше 40 тысяч рублей. Но вместо подтверждения оплаты покупки выяснил, что интернет-магазин больше не работает. Еще одной жертвой интернет-мошенников стала жительница Мурома. Она разместила в интернет объявление о продаже шуба, а когда нашла покупателей, сообщила им свои банковские реквизиты. В итоге тесняли с ее счета более 430 тысяч рублей. У МВД России напоминает, не стоит сообщать свои данные посторонним лицам, а также нежелательно переводить деньги незнакомым людям. Над Владимиром кружил аэростат. Известный российский путешественник Федор Конюхов устанавливал над нашей областью новый национальный рекорд. Вместе с мастером спорта по воздухоплаванию они провели больше суток на тепловом аэростате. Путешествие началось в Тульской области и за время полета экстремалы пролетели над Тульской, Московской, Рязанской и Владимирской областями. Отдать оружие за деньги. На территории области полицейские снова объявляют о сборе оружия и боеприпасов. Сдавать незаконно приобретенное предлагают добровольно. В этом случае можно получить не только деньги, но и освобождение от уголовной ответственности за незаконное хранение. В прошлом году полицейским на таких условиях принесли 25 охотничьих гладкостволок и 1346 штук боеприпасов. Все находились в незаконном обороте. В этом году расценки на сданное оружие следующие. За автомат можно получить 4000 рублей, за газовый пистолет 500, ну а взрывные вещества 300 рублей за каждые 100 граммов. Поймали пьяных. Сотрудники ГИБДД провели очередной рейд по вычислению нетрезвых водителей. Искали в Суздальском районе. Силами 11 сотрудников было задержано трое водителей в состоянии алкогольного опьянения. Один из них попался на таком правонарушении уже во второй раз. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность. Еще один водитель проходить экспертизу на выявление алкоголя в организме отказался. Также остановили сотрудники полиции и водителя, который управлял транспортным средством, не имея водительских прав.